На минувшей неделе провел свое первое заседание новый состав городского совета в Ашкирской столице. Избранные депутаты распределили между собой портфель руководителя комитетов, определились со своим председателем. Им стал Марат Васимов, директор инвестиционно-строительного комитета города, одного из крупнейших застройщиков Уфы. Мэр Сергей Греков призвал муниципальный парламент и его спикера дословно работать усердно, засыщив рукава, чтобы оправдать огромный кредит доверия населения. Вместе с тем у кое-кого из горожан остается сомнение, способна ли будет новая структура Уфимской властной вертикали разрешить оперативно и, что немаловажно, эффективно наболевшие на сегодня проблемы миллионного города. И кто должен играть первую скрипку при этом? Народные избранники или же утверждаемый ими по действующему положению сети-менеджер. Для подобных утверждений есть, увы, основания, которые попытаемся сегодня прояснить с приглашенную студию прямого эфира экспертами. Сегодня в гостях у послесловия политехнолог Николай Евдокимов и политехнолог Андрей Патристиан. Приветствую вас. Добрый день. Вопрос для начала хотел бы адресовать политологу. Комментирую по горячим следам изданию РБК. Прошедшие выборы в Уфимский горсовет вы дословно заявили так вот, процитирую. Я не думаю, что с точки зрения публичности что-то принципиально изменится. Горсовет и не был никогда публичным решающим принципиальные задачи органам. Возможно, мы говорим об очередном административном назначении, которое не принесет существенных перемен. Вот отчего, Николай, у вас такой скепсис. Ну, понимаете, мы, когда говорим о функционировании политической системы, мы должны исходить из того, тот или иной институт, ну, в данном случае, горсовет, он вообще субъектен или нет? Мы не только примитивно горсовету это можем говорить, Уфе имею в виду, да? И в отношении Курултая, например, то же самое. И в отношении, например, всех политических партий, включая Единую Россию. То есть, насколько эти институты, они способны самостоятельно принимать решения? Или они просто выполняют некие функции, которые им указаны сверху, что называется, да? Которые им спускаются и которые они, соответственно, реализуют, исходя из того, что, ну, должно же быть какое-то распределение полномочий, должно же быть распределение функций, и, соответственно, они эти функции выполняют. Вот за все то время, что мы можем наблюдать горсовет, я ни разу не видел, чтобы горсовет был по-настоящему субъектным. Отдельные депутаты там попадаются, которые действительно имеют политические амбиции, которые имеют, возможно, амбиции выйти на более высокий уровень. Ну, потому что мы же представляем, что горсовет, потом идет Курултай, потом идет Государственная Дума, например, если говорить о представительной власти. И да, там они проводят какую-то работу определенную, ведут, стараются в социальных сетях там как-то себя позиционировать. Это не очень успешно, на мой взгляд, получается, потому что, на самом деле, Госсовет никому не интересен, если называть вещи своими именами. Соответственно, его депутаты тоже. Он сам себя сделал неинтересным. Потому что не принимает реальных решений. Если мы говорим о... Будем говорить мэр, да, вот не вдаваясь в сложные определения того, как называется глава города у нас в Уфе, потому что у нас... Помните, как-то один из предыдущих мэр... Мэр, я мэр. Да, мэр, я мэр говорил. Вот, ну, по крайней мере, вот в этом институте, в институте главы города были, периодически попадаются люди, которые мы можем определить как субъектные, которые принимают решения, которые имеют там собственную позицию, и где-то там, может быть, даже, ну, учитывая специфику республики, конечно, не публично, но пытаются себя предпоставить региональной власти. Вот, а по поводу Гурсовета этого сказать нельзя. Андрей, а вы согласны с коллегой? Ну, в целом, да, тут спорить сложно. Мы наблюдаем несколько итераций Гурсовета, состава этого Гурсовета. Он примерно одинаково себя ведет, а именно в основном бездействует. И вот тут я соглашусь с тем, что это встречное движение. Гурсовет не интересен, потому что он не работает, по сути. То есть он не работает в том понимании, когда речь идет о том, что он должен какие-то проблемы поднимать, ставить перед исполнителями, а в данном случае исполнитель – это администрация города, и эти задачи должны решаться. У нас происходит наоборот. Гурсовет вытаскивается на поверхность только когда нужно какую-то представительскую функцию осуществить. Вот, например, сейчас будут утверждать мэра, да, нового предначальника. А времени когда будет? Я точно не знаю, но я думаю, что в течение месяца это дело утрясут. Несомненно, что Греков остается у нас градоначальником по определению. И вот это только и подчеркивает вот эту вот импотенцию Гурсовета, потому что, ну, скажем, не будет никаких реальных конкурентных выборов или там утверждений. То есть не будет две, скажем, равновеликие фигуры, из которых будут выбирать и смотреть, что правильно, что неправильно. Я много раз говорил о том, что Греков – это бедствие для Уфы, и, соответственно, это бедствие все равно у нас на второй срок пойдет работать мэром. И Гурсовет к этому безучастен. Вот в этом, собственно, и суть. Это вот потеря интереса к самому Гурсовету. Ну, понятно, что вот это была лишь, с вашей стороны, констатация сегодняшнего статус-ку, конечно. И мы, я думаю, что в ходе сегодняшнего разговора будем более, скажем так, детально или глубже, скажем, изучать вот эту тему, надеюсь, по крайней мере. Ну, надо разобраться, почему, да, так происходит. Да, тут же еще есть один момент важный, я добавлю. Они ведь до юра могут это делать. Я имею в виду работать и участвовать. И ставить вопросы, и возражать администрации, и, извините за сленг, нагибать и заставлять их что-то делать. То есть, вне представления самой администрации о своем там, своих обязанностях и прочих вещах, они этого не делают. То есть, до юра они имеют такую возможность, как депутаты, как вот, ну, по статусу, по своему, по уставу города, кстати говоря, так ведь. Но никогда этого не делают. Это говорит о том, что там идет такая селекция, что подбираются люди, которые изначально готовы к этому формату. Хорошо, поизучаем и вот этот феномен тоже. Вот пока приведу вот такой тезис. По мнению главы Башкортостана, Радия Хабирова, главная идея избранного состава Уфимского горсовета состоит, подчеркиваю, в новых людях, которые хотят делать большие дела. Большие деньги. Так, вот, Андрей, к вам вопрос. Вот то, что они, ну, конечно, это бесспорно, но каков их потенциал, на ваш взгляд, и какие перед ними стоят такие вот большие дела? Ну, это смотря с чьей точки зрения рассуждать. То есть, если рассуждать с точки зрения Хабирова, то большие дела это, наверное, строительство какого-нибудь там парка искусств, который вот в сознании, например, депутата Гагина там существует. Да, вот это то самое большое дело, которое он там для себя видит как некую миссию. На самом деле все значительно скучнее и хуже. То есть, если брать реальные задачи, которые стоят перед городом, это проблемы с инфраструктурой, это проблемы с транспортом, это проблемы с... Дороги, ЖКХ. Ну, да, инфраструктура, это и есть, да. То есть, причем проблемы какие? Не то, что нужно эффективно решать аспекты наращивания этой инфраструктуры, а нужно сохранить то, что есть, потому что у нас бедственное положение, состояние этой инфраструктуры. Это скучно, это неинтересно, это небольшие дела, это не парк искусств. Вокруг этого, ну, нельзя запустить будет салют, например, да, то есть, если мы отремонтируем подземные коммуникации, доведем их до хорошего состояния, это будет не так заметно. То есть, еще раз, смотря с чьей точки зрения большие дела, да, построить парочку многоквартирных домов точной застройкой, ну, пользуясь полномочиями депутата Горсовета, это тоже большое дело, так ведь? Протолкнуть это решение, пробить там кулуарно на закрытых комитетах, которые нигде никак не транслируются и никак не публикуются, да, это большое дело, но это большое дело одного частного лица. То есть, тут мы приходим к вопросу, на кого и для кого работают эти депутаты, да, на себя лично, на свои промышленные или экономические группы или на жителей города Уфы. Вот это вот важный момент. Николай, давайте сделаем так, вот один эксперт законствует точку зрения, если вы чем-то не согласны или хотите дополнить, ради бога. Вот тот же самый вопрос, который я задавал, да, большие дела и новые люди. Ну, новые люди там есть, безусловно. Вопрос в том, что способны ли эти люди что-то привнести. Там, на вскидку, вот то, что я сейчас могу сказать, помню, да, это Валериан Гагин и, пожалуй, Ирина Сухарева, вот те, кого мы можем считать там общественниками, да, в кавычках, конечно, но тем не менее. То есть, те люди, которые не связаны с промышленными группами, по крайней мере, публично, и которые... Нет, представитель медиции, но есть главврач кардиоцентра. Я имею в виду те, кто занимался общественной работой. Те, кто занимался общественной работой, соответственно, имеют какой-то опыт в этом отношении, потому что всегда, когда мы говорим о Горсовете, о составе Горсовета, то мы сталкиваемся с тем, что никто из депутатов, по сути, не имеет опыта общественной работы. Представительный орган власти – это публичная политика. Вот о чем, к какой ключевой мысли хочу донести. А публичная политика предполагает, что люди должны уметь коммуницировать с обществом, выходить к людям, общаться с ними и так далее. Этого нет. То есть, я не знаю, там, понятно, что и Гагин, и Сухаревы – это люди лояльные по отношению к власти, да, регионально, потому что она, де-факто, формировала, конечно, Горсовет. Но, тем не менее, какой-то опыт общественной работы есть. Но посмотрим, во что это выльется. Я пока не хочу делать там какие-то дырки. Вот вы сейчас говорили, вы убеждены, что именно администрация формировала новый состав Фимского Горсовета. Там ведь были такие игры, как выборы. Нет, ну, смотрите, игры, такие игры, как выборы, они имеют место быть, да, у нас в Государственной Думе, в Курлтай, но это просто большой вопрос совершенно другого аспекта, да. Но кто формирует списки «Единой России» и кто у нас побеждает на выборах? Партия. Ну, по-моему, как бы это секрет Польшинеля, что списки «Единой России», они формируются не входит правильность. Нет, я буду отвечать вам или участвовать как обыватель простой. Я считаю, что это партия. Ну, хорошо, замечательно. Партия, которая является партией власти. Как партия власти, разумеется. Ну, понятно. Ну, мне кажется, мы говорим об очевидных вещах, в общем-то, все понятно. Ну, понятно, но мы же должны, скажем, как бы дать более полную картину для человека, может быть, непосвященного, для какого-то, может быть, есть среди радиуса. Даже если мы представим некую идеальную картину и представим, что действительно представители других политических партий, они не согласовываются в администрации, но, тем не менее, мы же видим, кто имеет большинство в Государственном Думе. Понятно. Вот, кстати, такая вот... И в Гурсовете в том числе. Понятно. Ну, вот, глядите. Ладно, я напоминаю еще, что в эфире авторская программа «После условий Азама Саэтов», и у меня сегодня в собеседниках политолог Николай Евдокимов и политтехнолог Андрей Паталийцев. Вот такая вот подробность. Вот первоначально на сегодняшний эфир я планировал пригласить нового председателя Гурсовета Марата Васимова. Но он отказался без объяснения причин, конечно, жалко. Вот потому адресуя один из планируемых ему вопросов вам обоим. Какой курс должен избрать новый депутатский корпус башкирской столицы, чтобы завоевать соответствующий авторитет в глазах горожан? Есть, правда, вот тот момент, о котором я говорил, что вроде как уфимцы их сами избрали, но тем не менее. Ну, я тогда отвечу первым на этот вопрос. Это, наверное, нужно находиться ближе к практической части своей работы, да? То есть Гурсовет – это минимум политики и максимум хозяйства. Ну, в принципе, потому что это орган, который управляет муниципалитетом. Муниципалитет – это что? Это дороги, это трава, кусты, деревья, водопровод, канализация, освещение. То есть вот если к этому будут ближе депутаты Гурсовета находиться, то тогда, может быть, и восприятие у населения будет менять свои отношения. Мы уже говорили о том, что их не воспринимают вообще как какой-то орган власти. Вот здесь было сказано про субъектность и прочее, прочее. То есть действительно декоративность Гурсовета, она вот, ну, зашкаливает. Если каждый депутат будет работать, например, в своем округе, в котором он избрался, да? То есть причем работать не так, как он работал там во время, ну, вот, до и после выборного периода, да? То есть когда там, ну, да, Валериан Гагин ходил по дворам и чего-то там общался с тетеньками. Вот. Если он дальше продолжит это делать, не только ходить по дворам, а полномерно заниматься вопросами своего округа, Ну, может быть, это даст какой-то... А, ну, общий тренд вот должен задать, предположим, председатель городского совета, да? То есть вот тот же самый Марат Васимов, который, может быть, и должен задавать такие вещи. Ну, плюс еще есть куча задач и проблемы у города, которые они решают. Это и генплан, это и точная застройка, это и... ну, и прочее, прочее, прочее. То есть делом нужно заниматься. Тогда они начнут появляться в сознании горожан как некие акторы, некие действующие силы. Николай, вот по вашему мнению, Марат Васимов способен стать публичным человеком, как вы думаете? Он все-таки ведь достаточно человек известный, он почетный строитель России, вроде как заслуженный строитель республики, человек немолодой. Нет, ну, смотрите, я просто не хочу сейчас вешать ярлыки на человека, который избрался там буквально несколько дней назад, занял эту должность, да? Поэтому давайте посмотрим. Просто я полагаю, что... Избрали и посадили, наверное. Что такая задача, в общем-то, не стоит, скорее всего. По той, как бы, логике, которую мы видели с точки зрения функционирования горсовета, все последние его созывы. Ну, ни Трофимов, предыдущий руководитель, ни до него, в общем-то, не были люди публичными фигурами, да? И я полагаю, что вот если рядовых уфимцев спросить, то мэра мы как-то, уфимцы, я имею в виду, еще как-то идентифицируют, а вот представителя горсовета вряд ли кто-то идентифицирует в Уфе. Ну, может быть, один из ста человеков я не проводил опрос, да? Но, предполагаю, вот по моим ощущениям, это крайне низкая будет узнаваемость. Это же о чем-то говорит. И я думаю, что такая задача и не ставится. Хотя, вот вы задали вопрос, что должно быть, чтобы горсовет стал ближе к людям, да? Так я правильно понял, да? Ну да, мы же должны понимать, есть тут депутатов городских, как это, там собрались сливки Народного Вечи вроде, вот так вот. По определению, да? Да, по определению. А мы сегодня имеем вот этих сливок Народного Вечи? Ну, тут вот какой момент. У нас и горсоветы, и Курлтай, и Государственная Дума, мы исключительно воспринимаем, на мой взгляд, как те органы, которые должны заниматься там каждый на своем уровне законотворческой деятельностью. На самом деле, мне кажется, пока мы не сместим акцент в сторону представительской деятельности депутатов, то есть то, о чем мы говорили, чтобы ходить по дворам, решать конкретные наболевшие вопросы, там, ну, может быть, где-то там детскую площадку сделать, где-то дорогу и так далее. Ну, до этого, до того, до этого момента не будут они узнаваниями. А на вашей памяти последние 10 лет такое было, вот, в вашем районе, с вашим депутатом, или у вас, Андрей, нет, конечно? Нет, ну, перед выборами какая-то движуха, что называется, появляется, да, там, это, да, тут как бы надо объективно сказать, что последние полгода перед выборами, да, вдруг начинают асфальтировать, дворики ставить во дворах. Но вот на постоянной основе, в итоге это связано не с конкретными депутатами, как правило, а с партийными проектами. Тут, да, вот еще я добавлю, что именно представление интересов своих избирателей, вот это утрачено вообще у нас на всех выборах, на всех уровнях вот этой вот власти, которые избираются, да, там, и Горсовет, и Курлта, и Госдума, и так далее, да, то есть представление интересов конкретно своих избирателей. Да, пусть вы имеете в виду нашу республику. Ну, это вообще и по России так же, в принципе, в целом и в среднем, да, но это принцип делегирования, так ведь, то есть вот 400 тысяч человек в среднем избрали одного депутата Государственной Думы, да, то есть, ну, там, круга были. То есть он в первую очередь должен представлять их интересы, хотя там сразу же размывается это все, то же самое с Горсоветом. Мы сейчас говорим классические вещи, но ведь, насколько я знаю, около восьми больших городов России, он, выборная должность, мэр, выборная должность. Да, ну, где-то... Да, это то же самое, Катерина Бурга, историю с Фройом, мы же помним. Значит, не все потеряно? Потому выборы мэров так вот тщательно и отменяются в больших муниципалитетах, потому что, ну, это опасно. Вот реальная популярность, узнаваемость или там значимость Марата Васимова сейчас, я не буду стесняться в выражениях, она ноль. А как вы думаете, она не нужна, эта публичность? Нет, это следующий вопрос, кому что нужно. Но мы говорим о том, что это однозначно публичная должность. Это должность, которая, в конце концов, образно и необразно вообще-то должна отчитываться перед своими избирателями. То есть, это не назначенный начальник ЖЭУ, которого назначили, завтра сняли, потому что он плохо работает. Это выбранная должность, ну, позиция. Вот он такой же депутат, как и остальные в Горсовете. Он в конечном итоге отвечает перед своими избирателями. Отвечает за свои обещания, за свои действия, за свои, ну, как бы, как некий KPI существует, и что вот он сделал на своем посту. Сейчас это ноль. Ну, правильно было сказано, что он там безгода недели вот только-только. Может быть, и не надо человека обижать и сразу на него ярлыки вешать, но ему точно нужно быть публичной фигурой. То есть, к сожалению, у нас вот традиция такая, что они не публичные фигуры. Никто не знает, что Де Юра, вообще-то, как бы, председатель Горсовета, он более значимая фигура, чем мэр. Ну, да. То есть, он глава города, на самом деле. Он глава города, по сути. И он не может быть не публичной фигурой. Но у нас получается. Помимо политолога и политтехнолога, нам бы, конечно, не помешало, я думаю, мнение и экономиста. Однако, вот, приглашенный на эфир вместе с вами, все, вот, Спивак не смог прийти по объективным причинам. Но, хотя, очень хотел. И вот он прислал мне свои наброски. И хотел бы услышать по поводу его мнения и вашего обсуждения. Так вот, процитирую первый тезис Спивака. Полтора десятилетия мы наблюдаем медленную, но стабильную эволюцию должности мэра Уфы. Когда-то, имеющий свой собственный политический вес городоначальник башкирской столицы, поэтапно эволюционировал в чиновника. Ну, тут я, конечно, от себя добавил, что, может быть, деградировал в чиновника. Чиновника высокопоставленного, продолжая дальше Спивак, но уже, очевидно, не входящего в первый и даже второй уровень республиканской иерархии. Вот ваше мнение. Как такой расклад отражается сегодня на нашем регионном мегаполисе? Ну, в целом, я согласен. В целом, относительно того, что мы наблюдаем ситуацию, когда мэр все в меньшей степени является субъектом, да, опять к этому возвращаясь. Ну, это можно назвать, наверное, деградацией, но это, конечно, общероссийская тенденция. Он-то назвал эволюцией. Ну, пусть как угодно мы можем играть терминами, да, но, тем не менее, факт остается фактом. Я считаю, это общероссийская тенденция, и связано это с построением вот этой вот пресловутой вертикали власти, когда вначале строятся все региональные администрации под федеральный центр, выстраиваются, да, а затем... Ну, это же все, понимаете, происходит снятие модели политического поведения на местах. И, соответственно, на местах тоже начинают местные власти восприниматься не как система местного самоуправления, какова она должна быть, по идее, да. У нас ведь многие люди даже не знают, что система местного самоуправления не является... Является самостоятельной, по сути, да. Хотя у нас в Конституции вот после поправок сказано о том, что создается единая система публичной власти, хотя никто не объяснил, что толком это подразумевается под единой системой публичной власти, как это вообще будет соотноситься с уровнями, да, региональным, федеральным и местным. Но дело-то в том, что популярно есть выражение о том, что вот мэр города Уфы, это министр по делам Уфы, да, несколько раз звучало в СМИ, я, в принципе, могу с этим согласиться. То есть мы наблюдаем ситуацию, когда мэр города Уфы становится чиновником, которому вручено, вверено вот это вот направление работы. Я не соглашусь с тем, что это второе лицо, то есть это, безусловно, один из ключевых, одна из ключевых политических фигур по своему функционалу. Другое дело, что, может быть, мы о нынешнем мэре не можем говорить как о человеке в достаточной степени публичном и способном вот как-то транслировать какую-то повестку. Предыдущий тоже был такой же. Конечно, о покойном не говорят плохо. Я не хотел бы, да, о Мустафе не говорить, хотя в целом модель поведения, я согласен, была та же самая. Но до этого последний субъектный мэр, ну, наверное, Елавов был у нас, да. Вот, получается, относительно недавно, до 2018 года он был в столице-то у нас. За что и пострадал потом, потому что он пытался как-то, скажем так, вот, имбодаться с руководством республики. Отчасти да, но, посмотрите, тем не менее, он все равно оставался частью политической элиты региональной. Поэтому, ну, каждый бы страдал так, что после этого отправлялся в Совет Федерации, да. Хорошее наказание, кстати. Да, неплохое. Суровое. Поэтому, несмотря на все имеющиеся, как бы, противоречия региональной власти с предыдущим главой республики, мы говорим о том, что, ну, конечно, понятно, что республика у нас специфическая, и в публичное пространство такие вещи не выходят. Они все равно ходили вместе с Хамитовым там на веломарафон, на какие-то еще мероприятия. То есть в публичном дискурсе это не так отчетливо проявлялось. Ну, можно, наверное, сказать о том, что Совет Федерации это почетная ссылка, но очень уж почетная. Ну, хорошо. Андрей, вы? Ну, я бы здесь... Сивака поддержите или не согласитесь? Ну, во-первых, я категорически не согласен с его оценкой масштабов, ну, условно говоря, мэров и как в иерархии чиновников. Это, безусловно, очень значимая фигура, и это фигура первого ряда, ну, в региональной политике, по крайней мере. Это не должна быть или есть? Есть. Ну, и, собственно, и должна быть наверняка, потому что это, ну, большое хозяйство, большие возможности, большие бюджеты и так далее. Ну, я бы здесь заострил внимание на еще одной особенности. Это на причинах вот подобного взаимодействия, которое было между там Хамитовым и Елаловым, я имею в виду вот этот конфликт на фоне Шосса-Брикса, и вообще типичности этого события. Да, то есть такие же события мы наблюдали там в Новосибирске, в Владивостоке, в некоторых других городах, где губернатор и мэр главного города территории вступают в конечном итоге в какой-то конфликт, и там по-разному все это протекало. Суть этого конфликта в, видимо, различии интересов и задач. Да? И подходов. Ну, естественно, подходов. Ну, все мы люди. Как только эти интересы унифицируются, вот сейчас Хабиров стремительным образом унифицирует интересы. То есть и Мустафин, и Греков, это люди Хабирова настолько, что они не то чтобы слово поперек не скажут, они будут просто исполнителями. Ну, я имею в виду Грекова в конкретном данном случае. То есть он будет послушным исполнителем, все, что скажет, все сделает. Увы, видимо, сделает и то, что будет во вред горожанам и городу, если вдруг таковая необходимость появится. Боюсь, что вреда. Вот в чем дело. То есть несамостоятельность мэра крупного города – это плохо. Потому что, ну, если бы еще у нас была бы финансовая самостоятельность... Глава ведь не враг городу, глава республики. По определению нет. Ну? А как на самом деле мы не знаем. То есть все зависит от результатов его деятельности. То есть понятно, что он, наверное, не злодей, который по ночам не спит и думает, как бы нам тут сделать похуже жизнь. Но по результатам деятельности может так получиться. Вот тогда мы можем, уже будем давать такую оценку. Но еще раз, если говорить о деньгах и о бюджетах, если бы у города был независимый бюджет, а Уфа, в общем-то, собирает максимум налогов... В Башкирии, да. Вот если бы эта модель выстраивалась хоть сколько-нибудь справедливо, и если бы в руках городоначальника были рычаги управления этими финансами полностью, а не с подачи там Минфина или там по телефону, когда ему звонят и говорят, вот тогда бы, да, тогда бы эта фигура была абсолютно самостоятельной. Вот, собственно, чем закончился конфликт Елалова-Хамитова, мы помним, да, то есть когда они не смогли найти решение вот этой проблемы с деньгами, которые были истрачены на Шоссбрикс, под гарантией практически устное обещание главы региона, который их потом не выполнил, и Елалов попал в очень тяжелую ситуацию с точки зрения бюджета города, вот если бы такие вещи не происходили, тогда бы, да, фигура мэра была бы полноценной политической фигурой, которая имела бы, ну, громадное значение. Там, условно говоря, мэр Нью-Йорка – это очень большая политическая фигура в США, например, да, то есть крупнейший город и возможности. То есть он независим, он очень могущественен, он очень, ну, как бы оснащен всеми ресурсами и так далее. А Греков, ну, конкретно сейчас нынешний мэр, неважно, как его фамилия, он превращается нынешними властями в некую такую фигуру на доске, которую можно двигать направо-налево, причем только на одну клеточку. Увы, наш Греков не Кличко, который ободается с Зеленскими. Ну, да. Еще одна цитата, вот вы сказали о бюджете, вот еще одна цитата села до спивака, как, цитирую, как письма издалека, его эти самые, касаемый, касаемый раз бюджета, вот он пишет, в республике собственные доходы муниципалитетов составляют от 18 до 45% от расходов. И это значит, что любой мэр города, каким талантливым он ни был, должен будет рано или поздно прийти на поклонку руководителя региона. И нет другого варианта, заключает он. И далее спивак завершает так свою мысль. Но тот факт, что мэр города, в данном случае Уфы, полностью зависит от власти региона, не означает, что от него ничего не зависит. Качество управления городом может сильно различаться даже в рамках одного бюджета. И приводит параллель, кстати, с нашим извечным конкурентом, городом Казанию. Пишет, что удивительно, но валовый продукт, который производит предприятие Уфы, сопоставим или даже немного выше того, что демонстрирует экономика столицы Татарстана. Вот вопрос закономерный в этой ситуации. Почему так неплохо у соседей и отчего так грустно тогда у нас? Ну, сами основные тезисы, которые вы озвучили, в принципе, я думаю, с ними можно согласиться. Но это то, о чем мы, в общем, и говорили. О том, что выстраивается система, в рамках которой местное самоуправление, в том числе даже руководители миллионного города, он, по сути, функция. Человек, который выполняет определенный набор функций и в данном случае поставлен региональной властью для того, чтобы осуществлять управление на вверенной территории. То есть, иначе говоря, и греков, и предыдущий мэр Мустафин, в какой-то степени, ну, может быть, можно говорить о том, что они жертвы обстоятельства. Хотя понятно, что они добровольно шли и, наверное, имеют... Они понимали, что их ждет. Понимали, что ждет, да, имеют свои политические амбиции. Я думаю, греков имеет свои политические амбиции, конечно. Думаете, он их имел? Ну, иначе в какой смысл было соглашаться, в общем-то, на эту должность, если только из-под палки не заставляли, да? Поэтому это часть системы, которая складывается. Когда мы видим, что руководитель города, представитель команды... Я убежден, что греков, в общем-то, себя расценивает как член команды Хабирова. И, соответственно, исходя из этого, выполняет те задачи, которые, как он видит, перед ним стоят. Я желаю, но быть членом команды главы региона, это не так уж и плохо, с одной стороны, но, с другой стороны... Так я не говорю, что это плохо. Я говорю, что мэр города — это не политический субъект, это функция. Но выход для города какой-то должен же быть. Позитивный, положительный. Наверное, он должен превалировать над минусами. Это не связано, на мой взгляд, вообще никаким образом с конкретной персонали. Это связано с эффективностью всей системы регионального управления. Поэтому, когда мы говорим, что вот в Уфе хуже, чем в Казани... Слышно стоишь в Казани? То это не только проблема Уфы, это проблема республики в целом. То есть мы должны не только на систему муниципального управления смотреть, но и на систему региональную. Андрей, как вы считаете, вот пофантазируем, в городсовете города Казани может появиться комитет по развитию общественных пространств? Запросто. Ну, это вообще... Для них это актуально? Нет, я не могу сказать, что это не актуально для Казани. Наверное, это всегда актуально для любого города. Вопрос только в... Вот нужен ли вообще такой комитет? Ну, это вообще навязчивая идея последних времен у нас и в стране, и в республике в том числе. То есть почему-то властями овладела мысль о том, что если сделать поприличнее дворы у граждан Российской Федерации, то они станут себя вести лучше. Но у нас ведь общественное пространство, это в лице Сараполовой осваивается только центр города. Нет, ну, мы же говорили про Казань, да. Безусловно, Сараполова это тоже одно из проклятий нашего многострадального города. Города, в котором, кстати, нет главного архитектора, а она занимает должность заместителя главного архитектора. Ну, потому что не смогли ее с наскока сделать главным архитектором, как-то воспротивилась этому и общественности, общественное мнение, и вот решили такое промежуточное решение. Но ведь городу все равно нужен главный архитектор. Да городу много что нужно. Городу нужен нормальный гентлан, городу нужен нормальный главный архитектор, городу нужен нормальный подход. Вот этим должен горсовет заниматься. А между тем, у нас Шакшал собирается отделяться от Уфы. Это же вообще такого, скажем, прецедента вроде бы в России вообще не было. Ну да. И сразу тогда я теперь задам вопрос, если уж у нас такая дискуссия пошла. И вот всем этим может заниматься человек, который никогда не занимался муниципальным управлением? Тем более не уфемец. Ну нет, ладно, давайте без шовинизма вот этого Мстичкова. Вот человек никогда не занимался, понимаете, вот если Азамат завтра вас сделает главврачом какого-нибудь крупного госпиталя, что случится с этим госпиталем через два месяца или через месяц? Или главным инженером какой-нибудь там нефтяной компании или еще чего-нибудь? Я просто не пойду, потому что я знаю пределы своей компетенции. Вот вам и ответ на вопрос, понимаете? То есть у меня, честно говоря, простые вот такие, может быть, обывательские опасения в отношении Грекова. Человек, который вообще никогда этим не занимался. Давайте берем Качкаев, Елалов, значит, ну и их предшественники. Люди, которые так или иначе прошли какой-то путь карьерный, которые хотя бы хоть как-то, кто-то из них даже очень подробно пощупал руками все это от районной организации. В том числе, да, конечно. Даже Федосин Маладин, к которому я не очень хорошо отношусь потом после его дел, но, тем не менее, он тоже... Тоже человек был посвященный хоть сколько-нибудь в это все. Городскую тематику, проблематику городскую. И вот когда берут из дремучего леса... Это Кумертау, да? Из Ишимбая, значит, этого товарища, да, и его сюда привозят, и нам представляют как лучшее решение, причем без вариантов. Вот оно лучшее, и все, по мнению одного человека. Ради Хабирова. Но Сарапова ведь тоже откуда-то приехала? И Сарапова то же самое, но только... Откуда-то приехала, и вот она, слава богу, с скамеечкой. И вот она, вот сейчас танком по центру города ездит, вернее, ходит. Ну, вот это, понимаете, это в этом названии одно очень простое. Некомпетентность. Вот в чем дело. Город, муниципалитет, это сфера деятельности. Это не политическая сфера. То есть должно быть покрашено, проложено, заизолировано, подключено и прочее, прочее, прочее. А еще есть, да, категории красиво-некрасиво, еще есть мировой опыт, там, например, урбанистики, который неплохо бы было нам сюда применять. Вот. Так что, ну вот, понимаете, то есть все проще. Андрей, у вас вот сюда есть какая-то информация, какие-то вот такие версии. Вы скажите, пожалуйста, а что стояло за увольнением Байдена? Он кому-то мешал, чем-то мешал? Значит, вроде бы так, несмотря на некоторые его, скажем, факты, за которые его граждане критиковали, он, тем не менее, был все-таки профессионалом. Ну да, ну он номинальный профессионал, человек, который, ну, никаким образом не встраивался в эту концепцию с мадам Сарапловой. То есть его убрали из-за того, что он не сработался с мадам Сарапловой? Ну, так или иначе, они друг к другу там точно не совместимы. Ну, он, по крайней мере, даже лучше, чем мы, наверное, видит, какая она профессионал и прочее, прочее. Да я, знаете, вот на сайте, на ее сайте Сараповой, а кто такой вот сюжетик делал, она выложила для того, чтобы мы все смертно полюбовались. И она там с какими-то вертлявыми застройщиками, которые у Фимкабель преобразовали в клинику, вот она им разрешила прямо, дала право выхода на парк Аксакова. Это ведь городская территория. То есть человек, который сидит, решает такие вот вещи. Это, ну, к чему мы придем? Ну, придем к тому, что нам, миллионным городом, будут управлять люди без всякого опыта, без компетенции, без образования, без многих компонентов, которые раньше считались обязательными. То есть мы сейчас говорим о довольно простых и банальных вещах. То есть вот мы к этому придем, потом мы пожнем плоды этого всего, и потом, наверное, когда-нибудь будем думать, что так больше делать нельзя. Я вот хотел вас вернуть в 2005 год, но время, я думаю, что мы, наверное, не успеем. Мы бы с удовольствием. Когда УФА стала вот неожиданной для всех нас экспериментальной площадкой для всей большой страны по утверждению мэров и глав муниципалитетов в целом местными варламентами. Вот почему мы казались пионерами подобной новации в России, как вы считаете, и ее плюсы и минусы, которые сегодня более чем очевидны? Почему мы оказались? Да. Ну, трудно сказать. Я думаю, что здесь мы это тоже должны рассматривать в контексте 2005 года и тех событий, которые тогда происходили. В 2004 году, если помните, и выборы главы регионов были отменены. И, соответственно, начинает выстраиваться вся та система, которая вообще не предполагает какой-либо самостоятельности на низовом уровне. Поэтому, ну, республика у нас всегда была лояльной к федеральному центру. Да, вы пионерами были, мы первыми ННН придумали. Этот наш министр налог Букаев, он придумал, и потом ввели по стране. Вот, поэтому быстро отреагировали на те тенденции, которые в тот период появились. Но я не стал бы говорить о том, что вот это из-за нас теперь в России, выборов мэров не осталось, да, то есть мы просто оказались в числе первых. Ну, пока стопендеры, я тебе породил, я тебе убью, может быть, нам как раз вот и провести какую-то ревизию. Вот сразу вот вопрос такой, к вам обоим, возможно ли вообще возраст старой системы, прямым выбором глав муниципалитетов, в том, что и городов-миллионников. Вот, тем более, что как-то на одной из встреч вот греков, сам сказал на вопрос журналистов, что, мол, давайте доживем до сентября, там у нас выборы, Горсовет, после чего вернемся к этому вопросу. Вот, как полагаете, он тогда лукавил, или же он способен лоббировать подобные перемены? Ну, конечно, лукавил греков, судя по тому, что мы о нем знаем, это человек абсолютно лоялистских взглядов и модуса операнди, то есть не видел я ни разу за ним никаких проявлений вот этой вот самостоятельности. А к вопросу вот о возврате выборов мэра, то есть реального городоначальника напрямую с жителями города, ну, рано или поздно это точно случится. Вопрос, когда? Потому что, как бы, как говорил Уинстон Черчилль, как бы отвратительно не была эта система, но лучше ничего не придумали. То есть только прямые выборы городоначальников городов могут давать нормальную эффективную систему работы. И практика показывает, что когда мэр выбран, он начинает вести себя более лояльно в отношении своих избирателей. То есть тут возникает прямая связь. Ну, естественно. Давайте будем смотреть про Фургала, вот, да, например. То есть Фургал, который резко изменил свою позицию, ну, и во многом изменил, по крайней мере, свою позицию и свой, ну, способ своего существования в отношении, там, горожан и города, потому что он был избран. Избран был, ну, по большому счету, вопреки. Потому и пострадал. Ну, это следующая история. Но я говорю о сущности двух разных мэров, условно говоря, мэра назначенного. То есть от кого зависит он? От Хабирова, который его назначил, и с ними так же? Или от населения? То есть вот, пожалуйста, два разных хозяева. Ну, эксперты, вот буквально остается на последний вопрос у вас по минуте. Я бы хотел, чтобы вы все-таки на него ответили. Вопрос очень простой. Кто хозяин Уфе сегодня? За кем реальная власть? И вот в зависимости от ответа, насколько это выгодно нам, уфимецам? Кто начнет? Ну, давайте я, раз всего минуты осталось. Реально, Уфа сегодня управляется так же, как и все остальные города и районы республики. Реальная власть принадлежит региональному правительству. Региональному правительству, которое, собственно, и осуществляет эту власть через мэра города Уфы. Для нас это хорошо или плохо? На самом деле, в рамках нынешней политической системы это не имеет никакого значения. Поскольку, если мы говорим об эффективности, то тогда необходимо менять сам подход, а именно, вот, говорить о выборности мэров. В данном случае персонали, на мой взгляд, значения не имеют. От перемена мест, сумма? Да, то есть это зависит от эффективности региональной власти. Ваше отождество. Да, я согласен, что кровати нет смысла двигать в этой ситуации. То есть, как бы, и действительно, ну, Греков там, он просто приятен лично Хабирову. То есть, это вот его такой вот способ кадровой политики. То есть, он там друзей, родственников, прочее. На самом деле, не важно. Я соглашусь с Николаем, что важнее, действительно, выборность мэра. А сейчас это, да, власть у нас в городе, в городом управляет правительство Хабиров. Несколько министров. Это хорошо для города или у Федоров? С точки зрения эффективности, плохо. То есть, результатов этого управления плохо. Вот если кратко, если в минуту укладываться. Нет, у вас еще одно. Ну, то есть, потому что это неправильно, это кривая схема, потому это плохо. То есть, она по определению дает худший результат, чем можно было бы получить. Понимаете? Ну, дайте тогда, вот скажем, свое видение политтехнолога. Чем мы закончим? К чему мы можем прийти через полгода-год? Ну, за полгода-год даже очень талантливым людям не удается разрушить все до основания и затем. Но мы будем наблюдать вот эти вот всевозможные нелепые движения там в части транспорта, в части электротранспорта и прочее, прочее. То есть, ну вот, то, что мы сейчас, собственно, и наблюдаем. Насколько хватит нашего терпения, я не знаю. То есть, это напрямую связано с чистотой разрыва труб отопления, водоснабжения и канализации. Николай, у вас тоже оптимизма особого нет? Оптимизма, вернее. Вы знаете, некоторые региональные руководители, вот, например, губернатор Примосского края Кожемяка, недавно вдруг заявил о том, что хорошо бы, чтобы мэры городов выбирались. Так как у нас губернаторы никогда не говорят такие вещи, не согласовывая ни с кем, то, соответственно, я полагаю, что в элите, в верхушке, нет чёткого понимания относительно того, как быть с этим вопросом. То есть, вероятно, там есть разные позиции. Конечно, пока побеждает позиция, связанная с выстраиванием вертикали. Но мы, по крайней мере, можем надеяться. Спасибо, спасибо большое. На этом мы завершаем наш прямой эфир.